Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Спасибо, что решили посетить нашу конференцию. Хотел поблагодарить лично Сергея Рымова за возможность выступить. Я хотел в рамках данной презентации озвучить вам две темы, которые сейчас в рамках нашей компании, по-русски говоря, два тренда. Первое – это получение гражданства Кипра, Евросоюза через инвестиции в недвижимость. И второе – это строительство первого небоскреба на Кипре, который будет строить наша компания. То есть мы с вами сейчас живем в реальном времени, и мы понимаем, что, в принципе, рынок недвижимости мертв, особенно зарубежный. И в этом плане наша компания выступила пилигримом. Мы очень быстро перестроились. Что сейчас будет людям интересно? Тем более сейчас у нас сложная политическая конъюнктура. Поэтому то, что правительство Кипра подготовило для Кипра и застройщиков Кипра, это сейчас очень актуально. Люди с капиталом сейчас ищут, по-русски говоря, отходные позиции. Все инвестировали в российский рынок, зарубежный рынок. Раньше миллионы денег, ну просто как отдых. Очень мало с точки зрения инвестиций. Сейчас номер один – это именно отходная позиция, если что, куда уехать на легальных основаниях. То есть не как беженец, не как там непонятно кто, а именно с точки зрения отхода. И как раз Кипр эту программу предоставляет. Будь любезны, следующий слайд. Смотрите, я просто не знаю, у кого какие понимания по Кипру. Ну, так просто вкратце хотел озвучить основные преимущества Кипра перед другими странами Евросоюза. Могу так сказать, извиняюсь. В первую очередь, иметь в виду, что Кипр с 2004 года вступил в Евросоюз. В 2008 году Кипр перешел на валюту евро. Там был раньше Кипрский фунт, который ушел в историю. И интерес предоставляет только для нумизматов. Осталось вступить только в шенген. Это планируется в 2016 году, в следующем году Кипр подает заявку на вступление в шенген. И, скорее всего, в 2018 году она будет одобрена. То есть, последний шаг остался для Кипра, для полной интеграции в Европу. Это именно вступление в шенген. Кипр этот вопрос оттягивает, потому что, иметь в виду, что шенген подразумевает жесткий пограничный режим. Для Кипра туристическая страна это невыгодно, неудобно. Следующий момент. Иметь в виду, что с точки зрения юрисдикции Кипр это бывшая колония Британии. На Кипре функционирует англосаксонская система права, которая, в отличие от той же российской, очень прозрачная и простая. Договор заключается на двух-трех листах, они на 50, 60, 70. Все очень четко и ясно прописано. Никаких там двуязычий не может быть в принципе. И, допустим, право от частной собственности, то, что для англосаксонской системы права вообще не зыблемо. Как у нас в России государство решило забрать, потом отдать, потом опять забрать, вообще невозможно. И это именно сграплено столетиями. Следующий момент. Очень важный для нас россиян, для граждан России. Кипр, как и Россия, допускает второе гражданство. Допустим, сейчас я вам расскажу такой момент, что в рамках нашей кампании один из основных получателей второго паспорта – Китай. Китай запрещает второе гражданство, не допускает, как Казахстан, как Украина. У нас первые идут китайцы, вторые – россияне. Третий, четвертый – это Казахстан, Украина. И идут такие странные, немножко специфические, как Иран, Саудовская Аравия. То есть Кипр, он не дает ограничения по национальности, в отличие от программы Мальты. Просто имейте в виду, что вообще сейчас на данный момент официальных две программы получения гражданства Евросоюза – у Кипра и у Мальты. У Кипра просто есть свои преимущества. Потому что Мальта, допустим, не дает паспорта иранцам, Северной Кореи и афганцам. Я не знаю почему, но они ввели такие ограничения. Кипр – нет ограничений по национальному признаку. Это очень важный момент. Я чуть позже вам тоже этот момент более сильно раскрою. И просто имейте в виду, что Кипр – это зимой плюс 15. Это отсутствие криминала. Остров легко контролируется. Никто туда не поедет заниматься криминалом каким-либо. Имейте в виду, что, допустим, киприоты – очень глубоко верующие люди. У них, в отличие от России, поскольку Россия – светское государство, у нас разнообразие религиозное. На Кипре православие закреплено в Конституции. И для киприотов фразы «не укради», «не убей», то, что там прописано в Библии – это священные вещи. И киприоты сами никогда не будут криминалом заниматься. Поэтому спокойно можно туда отправлять детей, жен. Это не Турция, где будут хватать за руки, за ноги и так далее. То есть здесь, в этом плане, очень безопасное место. Как от местного населения, чтобы туда доехать, люди должны потратить деньги. Они вряд ли будут заниматься каким-то криминалом. Ну или это просто какой-то будет форс-мажор. Также имейте в виду, что Кипр очень хорошо и интересно расположен между тремя континентами – Европой, Азией и Африкой. Очень многие бизнесмены из Европы не хотят ехать в Африку по разным причинам. Тоже криминал, те же там непонятные всякие болезни, заболевания. Они предпочитают, но тем не менее Африка – это большой континент, очень много бизнеса. Они предпочитают где-то встретиться на нейтральной территории. Как раз Кипр в этом плане и выступает этой буферной зоной. Из Европы прилетают на Кипр, из Африки или Азии прилетают на Кипр, провели встречи, переговоры, все разлетелись. То есть Кипр – это еще и центр международного бизнеса. Отсутствие языкового барьера. Кто бывал на Кипре, в любой сфере обслуживания, будучи там отель, магазин, везде русскоязычный персонал. То есть даже люди, кто не владеет английским языком, хотя в нашем мире это уже просто странно, это минимум. Тем не менее, нет языкового барьера. Кипр чем хорош. Допустим, в той же Франции, хотя многие знают английский язык, но они хотят показать, что они его не знают, потому что уважают свой язык. В Италии вообще не знают английский язык, только на итальянском говорят. На Кипре нет вот этой проблемы, потому что очень много наших соотечественников, нас долгие годы связывают вот эти братские хорошие отношения через политику, государство, религию и так далее. С точки зрения ведения бизнеса, на Кипре самый низкий корпоративный налог в Европе, 12,5%. Если вы знаете, что в России он может доходить до 40%, поэтому все крупные российские компании, будучи там Газпром, Лукойл, Норникель, Русал, все имеют свои международные компании, ну бывшие офшорные, на Кипре. Потому что платить 12,5% там с миллиардов, сами понимаете, это огромные суммы, огромная экономия. Это очень важно. И Кипр в этом плане очень бурно развивается. У него подписан с 55 странами соглашение об избежании двойного налогового уважения. Заплатив налог там, вы здесь не должны будете его платить. То есть это опять же положительный момент. Будьте любезны, следующий слайд. Смотрите, правительство Кипра вообще молодцы, скажем честно. Очень много принимают программ, которые интересны, актуальны людям во всем мире. В 2012 году сначала приняли программу о получении постоянного вида на жительство на Кипре, с которым можно без визово неограниченное количество времени проживать на Кипре. Я чуть позже расшифрую эту программу. И представляете, за это время 1 миллиард евро привлекли инвестиции. Киприотов, где всего 800 тысяч. Это меньше, чем в любом районе Москвы. В 2014 году Кипр ввел программу вместе с Мальтой о получении гражданства через инвестиции. Сумма, с одной стороны, звучит такая достаточно немаленькая 2,5 миллиона евро. Но мы понимаем, что в нашей стране людей, у которых эта сумма из разряда простой, их тоже очень много. Для них это очень актуально. Ведя эту программу, Кипр привлек более 2 миллиардов евро. То есть, если разделить 2 миллиарда на 2,5, около 700 инвесторов уже получили гражданство Кипра. То есть, Кипр, Кипрское правительство, в этом плане они молодцы. Очень огромные деньги, эти деньги они не распихивают по карманам, а именно инвестируют в инфраструктуру острова. Кто был на Кипре, допустим, 5 лет, приехав сейчас, он его не узнает. Обновляются набережные, строятся шикарные хайвеи, построили новый аэропорт. То есть, Кипр в этом плане бурлит и просто приятно видеть, наблюдать, как он развивается. И люди понимают, что в этом перспектива. Да, сейчас Кипр, он там не доходит, да, там Монте-Карло, Ницце, да, те страны, которые, ну, всегда привлекали большие средства. За счет этого у них там сейчас огромные налоги, тяжело купить недвижимость, это не так интересно. Кипр вот для, с точки инвестиционной точки зрения, это только зачаточный рынок, но он очень перспективный и бурный. Имейте в виду, что это Европа. Потому что Европа, с точки зрения инвестиций, в принципе, выдохлась. Есть Лондон, да, который уже просто заелся у всех везде. Есть там другие города, страны. Вот. У них нет такой привлекательности. А поскольку Кипр развивается, мы сами с вами прекрасно понимаем, через 10 лет то, что есть сейчас, и в том числе благодаря нам он развивается, я чуть позже это обозначу, у него инвестиционная привлекательность все интереснее и интереснее. Да, это долгие деньги, да, но какие быстрые. Можно сейчас положить в банк, завтра он банкрот, и люди не то что прибыли, вообще потеряют то, что даже вложили. Будьте любезны, следующий слайд. Еще одни стимулирующие меры правительства. Имейте в виду, что вот сейчас два очень важных момента я хочу вам обозначить. В первую очередь, на Кипре есть три налога на недвижимость. Поскольку я сам представляю кипрскую строительную компанию, я сейчас буду говорить о налогах именно на недвижимость. Есть три. Два единоразовых, которые надо заплатить один раз и больше не платить. Это налог на титул при регистрации, он очень низкий. Допустим, если недвижимость стоит примерно 300 тысяч евро, он составит 230 евро. Но это вообще, сами понимаете, практически ни о чем. Ежегодный налог, который будет при стоимости недвижимости 300 тысяч евро в районе 300. И налог на титул. Вот из всех этих трех налогов данный налог самый высокий. Хотя его надо будет заплатить после покупки недвижимости через 5-7 лет. Он никакие ограничения не вносит. Просто в интернете куча разной информации от непрофессионалов. У людей возникает сумбур и некоторые прямо на нем зацикливаются. Налог на титул, его, допустим, вообще кипреты предпочитают не платить. Но немножко хитростью, потому что данный налог, он вообще популярен в Средиземноморье. Если вы были в Турции, в Греции, на Кипре, вы видели, что у некоторых зданий торчит арматура. Чтобы этот налог оплатить, в законе прописано, объект должен быть построен. А киприот, турок или грек говорит, а я еще планирую следующий этаж построить, дочери, сыну или вообще. Он ничего не собирается там строить, просто таким образом не соблюдается пункт. А это англо-саксонская система права, опять же, она простая. Если объект построен, заплати. Он говорит, я еще не построил, значит жди. Ты можешь ждать всю жизнь. Это немножко такая хитрость, но она как бы в рамках закона, некая коррупция. Поэтому этот налог они избегают. Ну так вот, тем не менее, зная наших россиян, а наша компания уже на рынке России присутствует больше 12 лет, что россияне любят, чтобы все-таки сейчас все чисто, все принадлежало нам и так далее, без каких-либо приключений. Поэтому для них очень важен этот момент, потому что многие хотят оплатить этот титул. Кто купит недвижимость до конца 2016 года, если нет НДС на недвижимость, этот налог не должен будет платить. Налоговые каникулы правительство Кипра ввел его. Если есть НДС, 50% всего. То есть это для людей, кто планирует вложиться туда, даже с точки зрения получения ПМЖ или гражданства. Потому что, я вам еще раз хочу подчеркнуть, мы глобально сменили ракурс. Мы сейчас не продаем недвижимость на Кипре. Она мало кому интересна. И нет рынка. Сейчас интересна иммиграция. Иммиграционное пространство, иммиграционное действие. Через недвижимость. Поэтому, будучи крупнейшими застройщиками Кипра, мы сейчас очень плотно эту программу двигаем. Следующий момент. Все те, кто купит недвижимость до 2016 года, они не должны будут платить налог на прирост капитала. Вот вы купили недвижимость за 100 тысяч евро. Через сколько-то лет она стоит 120 тысяч. С 20 тысяч, по идее, вы должны заплатить 20%. Налог на прирост капитала, на прибыль, 20% составляет. Вы не должны будете его платить. То есть, для людей, кто сейчас решится на покупку, ради чего-либо, не должны будут платить налог на прибыль. И уменьшенный НДС. Я просто вопрос чуть дальше более сильно расшифрую. Давайте следующий слайд. Просто вкратце. Программа ПМЖ. 300 тысяч евро цена. Все те, кто купит недвижимость за 300 тысяч евро, через два месяца получают постоянный вид на жительство. Пока Кипр не вступил в Шенген, они не смогут перемещаться по Евросоюзу. Но этот вопрос до 2018 года пока отложился. И в 2018 году он может быть решен. Но иметь в виду, что, как мы с вами знаем, закон обратной силы не имеет, кто сейчас получит ПМЖ на Кипре. Постоянный, когда Кипр вступит в Шенген, он сможет с этим ПМЖ перемещаться по всему Евросоюзу. Такой важный момент. ПМЖ также распространяется, помимо инвестора, на членов семьи, на детей до 25 лет. Также отсутствуют требования проживания в стране. Потому что, как мы с вами знаем, есть различные программы получения ПМЖ. В той же Британии надо жить постоянно, пребывать. На Кипре при получении ПМЖ такого ограничения нет. И выдается на всю жизнь. Потому что на Кипре есть еще временный вид на жительство, который выдается при покупке недвижимости любой стоимости. Но его каждый год надо продлевать. При ПМЖ этот момент тоже отпадает. Все. Он выдан навсегда. И теперь мы с вами перейдем к главному тренду, к главному вообще ракурсу, чем сейчас наша компания очень плотно занимается. Это именно продвижением программы получения гражданства Кипра, которая людям позволит перемещаться, жить, работать, заниматься бизнесом в любой стране Евросоюза. И не только, потому что имейте в виду, что Кипр входит в британское содружество. Допустим, куда некоторые страны Европы не входят. Он входит в британское содружество, входит, допустим, в Гонконг. С паспортом Кипра 6 месяцев можно проживать без визы в Гонконге. Будучи гражданином Германии, надо получать визу, чтобы поехать в Гонконг или Швейцарии. Австралия, Новозеландия. Кипр туда входит. Ворота открыты. Еще очень важный момент. Имейте в виду, что получив гражданство Кипра, не надо зацикливаться на Кипре. Очень многих сразу ракурс смещается под привязкой к Кипру. У нас вот из первых семи людей, кто получили паспорт Кипра, все выехали жить в Лондон. Они о Кипре вообще слышали отдаленно. Просто чем плоха программа получения гражданства в Великобритании, тем то, что, во-первых, сумма та же, но 5 лет надо жить в Британии. У многих бизнесы здесь. Здесь предприятия, заводы, фирмы. И сами люди, хорошо, они отправили жен, детей, они там учатся, живут, но сами люди не могут себе это позволить. А гражданство Кипра выдается через 3 месяца. И моментально позволяет жить в Британии, Швейцарии, Германии. Понимаете? То есть такой скорости нет ни у одной программы. Легальной. Есть, конечно, схемы через Венгрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, доказать родство, что там предки оттуда. Но это все мошенничество. Сами понимаете, это рано или поздно может закончиться плохо для людей. То есть они не то, что гражданство не получат, им запретят въезд вообще в Евросоюз. И люди с капиталом, естественно, они не готовы так рисковать. Они готовы только на легальные официальные программы, которые как раз Кипр предоставляет. Давайте следующий слайд. Ну и преимущество. Это опять же хотел подчеркнуть, что это именно путешествовать, проживаться, обучаться. Потому что многие хотят, чтобы дети получали образование в Великобритании, Германии, Швейцарии, медицина. То есть многие уже с нашей Россией распрощались ментально. Хотя, может быть, бизнесы и здесь. Но кто живет на виде нажительства, допустим, прямой пример Прибалтика. Многие получали виды нажительства. Сейчас вид нажительства в Прибалтике упрощается и ужесточается. То есть вид нажительства – это такой документ, пока мил, тебе все рады. Вдруг что там, политическая конъюнктура, я не знаю, там еще любая, он легко аннулируется, его лишают, ну и все, как бы конец истории. Гражданство – это то, чего лишить не могут. Во всех странах практически мира прописано, гражданство невозможно лишить. Только там, ну, сейчас пытаются в Европе говорить, там, да, там, за причастность к терактам и так далее. Но в принципе, там, если человек ведет, по-русски говоря, правильный образ жизни, его никто не лишит гражданства. Ведь нажительство – это слабое такое звено. Как раз это, о чем я говорил, по поводу гарантии против политической нестабильности. И оптимизация международного налога планированной, поскольку мы с вами живем в России, понимаем, что большинство товара зарубежного к нам завозится, это, значит, люди связаны с международным бизнесом. И все понимают, что налоги у нас очень большие и сложные, и многие предпочтут открыть компанию, получить гражданство на Кипре, при этом заниматься легальным бизнесом с Россией, потому что у нас подписан закон об избежании два нового налогообложения. Обе страны допускают на двойное гражданство. То есть легально можно жить на прекрасном Кипре, заниматься бизнесом с Россией и быть в рамках правового поля. Будь любезны, следующий слайд. Схема получения гражданства. Имейте в виду, что вообще правительство Кипра, оно прописало 7 пунктов, куда человек может, инвестор, инвестировать средства. Начиная там, допустим, от правительственных бондов. В свое время греческие правительственные бонды были очень привлекательные, сейчас они стоят ноль. Поэтому рискованная операция. Банковские депозиты. Пожалуйста, но все помнят стрижку депозитов, банковский кризис на Кипре. То есть это все то, что как бы, ну, виртуально. Большинство людей в это не верят. Нет, недвижимость – это именно материальный объект. Это актив. В нем можно жить, пользоваться, трогать его. То есть это бетон, это не виртуальная бумажка, акция и так далее. Поэтому, как мы видим, 99% наших инвесторов, кто идет на получение гражданства Кипра, идут через недвижимость. Потому что они это понимают, они это видят. Все остальное для них, хотя у нас многие профессионалы рынка ценных акций, ценных бумаг, они, ну, как бы, говорят, нет. Непонятно. Сегодня это есть, завтра нет, хотя сами профессионалы в этом. Поэтому недвижимость – это самое надежное. Мы с вами тем более понимаем, поскольку я так понимаю, что большинство аудитории именно занимается бизнесом в рамках недвижимости. И смотрите, есть две схемы. Первая схема – идти индивидуально. Вот смотрите, раньше, чтобы получить паспорт Кипра, куда шли наши олигархи, а-ля Потанин, нужно было инвестировать от 30 миллионов евро в какие-то благоустройства. Потом появилась схема 5 миллионов. Она сейчас существует. То есть тот, кто хочет идти индивидуально, он должен инвестировать 5 миллионов евро куда-либо, на депозит, в недвижимость. Человек сам выбирает, да? Но мы сейчас говорим с вами о недвижимости. И даже если он, допустим, положит 5 миллионов на депозит, он обязан купить недвижимость стоимостью 500 тысяч евро. То есть это обязательное условие. Недвижимость присутствует при любых раскладах. Но сумма сразу 5,5 миллиона достаточно большая. Поэтому правительство Кипра для застройщиков придумало схему. Она официально прописана. Это постановление правительства Кипра. Если застройщик по Филе собирает 5 инвесторов, каждый из них должен будет инвестировать всего лишь 2,5 миллиона евро. То есть нам говорят, соберите 5 человек на 12,5. То есть сумма уменьшается сразу в 2 раза. Причем через 3 года на 2 миллиона инвестор сможет продать недвижимость, на 500 тысяч оставить. Если, допустим, это одна вилла стоимостью 2,5 миллиона, он ее продает, что-то берет на 500 тысяч. У нас есть люди, которые больше доверяют, допустим, пакету недвижимости. Берут 5 квартир. Он одну оставляет, 4 продает. Он считает, что он их может быстрее продать будет и так далее. То есть здесь у нас тоже все подготовлено, поэтому здесь каждый инвестор сам решает, через какой пакет недвижимости ему лично идти. Поэтому через застройщика, а мы застроительная компания, существующая с 1977 года. Я чуть позже о нас расскажу, плюс имейте в виду, что владелец нашей компании достаточно бывший крупный политик. Он был министром обороны, министром внутренних дел, то есть высокополитический уровень. То есть это компания из одноименного произведения «Рога и копыта». Сегодня ей, завтра нет. То есть это компания с именем, которая ценит свою репутацию. Поэтому мы данные группы достаточно активно формируем. Мы формируем практически каждый месяц. Причем имейте в виду, что инвесторы между собой не должны быть связаны. У нас, допустим, идет 3 китайца, 2 русских, 1 иранец, 1 из Саудовской Аравии, потому что люди с капиталами из арабских стран, сами понимаете, у них там вообще сейчас на Ближнем Востоке происходит полный дурдом. Они тоже ищут все эти отходные позиции, на которые я сейчас пытаюсь сконцентрировать ваше внимание. То есть не просто недвижимость, а именно безопасность. Безопаснее Европы вряд ли что можно придумать. Есть США, но она очень далеко и не всем близко. Европа, она разнообразная, она как раз дает эту возможность. Хотите живите в Лондоне, Швейцарии, Чехии, кому что интересно. Поэтому мы сейчас с вами говорим о инвестиции в 2,5 миллиона евро. Как я уже озвучил, можно инвестировать в один объект, а можно инвестировать в несколько. Здесь инвестор решает сам. В чем преимущество инвестировать в один объект? На Кипре сейчас на недвижимость есть 2 налога. 19% и 5%. Если вы берете для себя, вы платите 5%. Если с точки зрения сдачи в аренду, 19%. Поэтому, если инвестор вкладывает в виллу, он платит 5% по факту. А если несколько квартир, за одну платит 5%, а за остальные 19%. Хотел бы подчеркнуть, опять же, основные преимущества данной программы. В первую очередь, имейте в виду, что это скорость. Нет такой скорости нигде. В программе Мальты вам одобряют, вы подаете документы, вам одобряют гражданство. Вы целый год живете с видом на жительство, и потом только вам дают паспорт. У нас был прецедент, как я уже говорил, у нас был прецедент такой интересный, то, что в Британии людям 5 лет прожив отказали в паспорте. Из-за политической конъюнктуры. На Мальте человеку отказали, я не знаю по какому фактору, если в принципе ему дали вид на жительство, уже должны были одобрить. Отказали. А для человека очень важно было быстро получить паспорт. И он пришел к нам, потому что он понимает, что паспортная программа Кипра, она самая быстрая. Поэтому 3 месяца и паспорт в кармане. У инвестора, членов семьи, паспорт выдается детям до 28 лет. На Мальте до 18. 28 лет, сами понимаете, это уже не ребенок, а достаточно взрослый человек. Что опять же, очень удобно. Опять же, те же моменты, что свободно жить и работать в Евросоюзе. Это допускается, противоречия законодательства нет. Без виз 158 стран, хотя в Евросоюзе меньше, но Кипра входит в британское содружество и другие еще ассоциации. И это позволяет киприотам, допустим, в США иметь в виду, что получается виза за 10 дней на 10 лет. Гарантированно. Отсутствует налог на наследство и возможность выхода из инвестиций через 3 года. В отличие от той же мальтийской программы, где каждый инвестор, там они немножко дают вариацию, можно арендовать недвижимость, можно купить недвижимость. Но безвозвратно теряется 700-800 тысяч евро. Безвозвратно. Потому что дарится там правительственному фонду, еще что-то. На Кипре инвестор не теряет ничего. Он оставляет себе один объект за 500 тысяч, но это опять же актив. Он не дарит деньги. А на Мальте вы теряете деньги. Поэтому многие думают, что на Мальте это дешевле, но по факту там потеря средств материальных, она намного выше, чем на Кипре. Опять же, нет ограничений по национальному признаку. Отсутствует требование по прохождению языкового экзамена. Просто мы уже 2 года профессионально занимаемся продвижением данной программы. Мы изучили все программы, которые есть в Европе и в мире. Мы знаем все преимущества и недостатки. Есть получение вида на жительство в Венгрии. В Венгрии надо сдать венгерский язык. Венгерский язык, ну кто там с языками дружит, это самый сложный язык в Европе. Второй идет греческий, но первый венгерский. Там штат сопряжения, там как бы очень сложный язык. И он на границе, образно говоря, если вас остановят, и венгеры пограничники начнут с вами говорить на венгерском, увидев у вас вид на жительство, который там сейчас в интернете, я вижу, продвигает некоторые компании, ну это мошенничество опять же. И вы начнете говорить, вы нарушили, и вас могут лишить. Запретят въезд в Евросоюз, венгеры это въезд в Евросоюз. Все, вы вместо удовольствия получите большие проблемы. Поэтому все эти схемы, они как бы, ну, имеют свои тяжелые последствия, поэтому лучше через них не идти и не рекомендовать их. Отсутствует требование по медицинскому осмотру. Великобританию надо сдавать медицинские анализы, что у вас нету там рака, там, я не знаю, гепатита, ВИЧ и так далее. То есть, в принципе, это унижает достоинство любого человека проходить эти вещи, но это обязательное условие. На Кипре этого нет. И нет никакого собеседования, опять же, там, в национальном языке, потому что, то есть, на Кипре в этом плане легко. Я даже в боли вам того скажу, что на Кипре в этом плане молодцы. Вам даже, вы можете получить паспорт, ни разу не приехав на Кипр. То есть, вы можете выбрать недвижимость, допустим, в рамках нашей компании. Подписать договор купли-продажи. И юридические компании, которые мы предложим на выборы, или если человек знает Кипр, да, мы никому никогда ничего не навязываем, но, тем не менее, мы сотрудничаем с профессиональными компаниями. То есть, это наш, как бы, ракурс. Выбирает компанию, подписывает с ними договор, они собирают пакет документов, подают их, и паспорт можно будет получить, приехав в посольство Кипра в Москве. То есть, не выезжая на Кипр, можно будет получить паспорт Кипра. То есть, но это тоже нонсенс, потому что там в той же Британии надо будет несколько раз приехать и в суд, и туда, себя засвидетельствовать, доказать, что это ты, и так далее, и тому подобное. Здесь все легко, и все на легальных основаниях. Следующий слайд. Еще очень важный момент. Многие программы в мире подразумевают, вы инвестируете, подаете документы, а там посмотрим, получите вы паспорт, не получите, или вид на жительство, да, но деньги потрачены, не получите, извините, это не мы. Мы дали возможность. Наша компания в этом плане ведет себя просто, по-русски говоря, идеально. Инвестор свои средства перечисляет на так называемый скролл счет. Туда доступ будет иметь сам инвестор и юрист, который будет заниматься подачей документов на гражданство. Наша компания к этому счету не будет иметь доступа до момента или получения паспорта, или не получения. Если человек не получает паспорт, все средства возвращаются инвестору. Риск 0%. Если все документы официальные, легальные, отказа в получении паспорта нет. У нас уже через нас, мы собрали 11 групп, это больше 100 людей, потому что на группы она минимум 5, как я вам уже озвучил, по 2,5. Но мы обычно подаем 7-11 инвесторов. Во-первых, мы перестраховываемся, потому что вдруг кто не получит, потому что если 5 подавать ровно, один не получает, вся группа не получает. А тут мы, хотя все документы до подачи проверяются вот этими юридическими компаниями, они говорят, что все окей. Но мы, тем не менее, собираем 7-11, у нас больше 100 людей получило паспорт из 700. То есть представьте, в рамках острова достаточно серьезное. Мы оказываем серьезную поддержку экономике Кипра, ни одного отказа. То есть это тоже очень важный момент. Но, тем не менее, мы всегда вот об этом говорим. Или вы получаете паспорт, и мы тогда имеем право взять эти деньги в счет недвижимости. Если вы не получаете, все деньги вы получаете обратно. То есть гарантия. Будь любезным, следующий слайд. По документам. Я только один момент хотел сконстрировать. Имейте в виду, что самый главный документ – справка об отсутствии судимости. Все остальные документы, они чисто формальные. Это, как вы видите, паспорт, свидетельство о рождении. Анкета, подробная биография, она должна стоять на листе А4. Когда родился, где женился, что закончил, куда поступил, по-русски говоря. То есть это не что-то такое сложное. И, конечно же, так скажу из практики, я просто знаю, слышал, что Россия есть Россия. У всех молодость была разная. Там, образно говоря, кто-то подрался. Я не говорю про брутальные преступления. Но если из такого разряда, или какие-то партнеры решили бизнес забрать, натравили. Разные у нас были, 90-е, 2000-е. То здесь можно подать документы, все будет рассматриваться индивидуально. Но здесь мы на себя гарантии не берем. Но это не брутальное преступление. В молодости, будучи студентом, по-русски говоря, кто-нибудь морду набил друг к другу. Потом стал нормальным человеком, уже не дерется. Но в России это сразу уже нет возможности предоставить эту справку. Но если идут комментарии от Министерства внутренних дел, юрист расшифровывает все это, что это было по глупости, по молодости, по-русски говоря. Или по оговору комиссия правительства Кипра может рассмотреть этот вопрос и решить в положительную сторону. Я слышал, прецеденты такие были. Поэтому понятно, что если это брутальные преступления, конечно, здесь никаких вопросов быть не может, что откажут. Но, тем не менее, это самый важный документ, но он такой, как сказать, обсуждаемый. Следующий слайд будет львезный. Еще раз немножко о нас. Кто-то нас знает, кто-то нас не знает, что действительно компания очень уже давно существует на рынке Кипра. Наша компания, знаете, как некоторые строят, как вот Лада, да, у нас 1977 год, 2007, изменений никаких. Как выглядел, так и выглядит. Мы как раз таким не занимаемся. Мы привлекаем лучшие дизайнерские бюро, архитектурные бюро. То есть занимаемся инновациями. То есть развиваемся достаточно активно. В том числе, конечно же, харизма владельца нашей компании, как я озвучил, это бывший крупный политик. Но я хочу, чтобы вы поняли, что это не в рамках России. Когда бывший политик-бизнесмен, это сразу знак минус. Здесь как раз это знак плюс, в том плане, что на Кипре там нет коррупции, но связи имеют роль, потому что все-таки страна восточная. И поэтому, в принципе, контакты есть с самыми первыми лицами государства, включая там архиепископа, президента, министров и так далее. Это очень важно для людей с капиталом, потому что они должны понимать, с кем связываются. Если это человек с серьезными связями, наоборот, это добавляет веса. И за всю нашу историю мы, конечно, построили огромное количество проектов. Вот 130 проектов, да, но вы имеете в виду, что у нас, допустим, один проект состоит из 600 вилл. Второй проект состоит из 350 квартир, чтобы вы понимали масштабы. Что это там не один проект, а один дом, а это именно масштабные. То есть на данный момент у нас около 3000 единиц недвижимости на продажу. В принципе, у нас недвижимость есть на любой вкус и кошелек, по-русски говоря, от 100 тысяч евро. Но, как я говорил, поскольку рынка недвижимости по факту нету, зарубежного, мы именно акцентируем внимание из всех этих проектов и единиц недвижимости только на пяти, которые отвечают главным факторам. Как вы знаете, недвижимость в первую очередь должна характеризоваться, как британцы говорят, location, 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 да, расположение, расположение, расположение. Если это первый полосок морю, но это не может потерять в цене минимум, может прирасти, насколько вопрос времени, ситуации и так далее, но не потеряет в цене. И второе, инфраструктуре. Когда вы живете в квартирном комплексе, который соответствует уровню пятизвездочного отеля, вы живете в комфорте, вам надо идти туда в магазин, тут подстричься, тут в аптеку, тут это. Вы в рамках комплекса все это решаете. Это, допустим, один из этих пяти проектов, которых мы выбрали. Три из которых соответствуют location, потому что это первая полоса к морю. Два остальных соответствуют именно инфраструктуре. Я сейчас в рамках данной презентации ваше внимание обращу только вообще на два проекта, которые мы видим актуальны для людей, интересны, и через которые мы продаем именно и паспорт, и недвижимость. Ну это просто еще раз о нашей компании. Можете переключить на следующий слайд. Проект Mintes Hills. Мятные холмы. Будь любезна, следующий слайд. Имейте в виду, что данный проект наша компания начала разрабатывать пять лет назад. Мы строим 600 таких вилл. Мы их строим отдельными поселками, специально, чтобы люди, которые приобретали там недвижимость, они не ощущали, что живут в стройках. Проект строится в горах. Мы еще очень интересный момент обнаружили, поскольку мы этот проект достаточно глубоко развиваем, изучаем. Его преимущество – люди, живя там, моментально оказываются в горном климате. У нас, когда в Советском Союзе, многие ездили в кисловозг, чтобы подышать горным воздухом. Купив тут недвижимость, человек хочет, не хочет, он будет дышать горным воздухом. А это для многих сразу положительный момент, потому что горный воздух 600 метров над уровнем моря. Это спортсмены там занимаются, потому что организм лучше работает по всем ракурсам. Данный проект – очень интересный момент. Наш владелец компании, кстати говоря, учился вместе с нынешним архиепископом Кипра и сидел за одной партой. На территории данного проекта располагается первое гольф-поле на Кипре. То есть это еще и гольф-резорт. И на этом гольф-поле есть монастырь. 16 века там живет всего лишь один монах. И мы этот проект развиваем вместе с церковью. Мы выкупили, это самая крупная сделка по объему земли была, мы выкупили 600 гектаров у церкви. Но тем не менее, мы вместе, поскольку там действующий монастырь, с церковью развиваем. И у каждого владельца недвижимости, кто ее здесь купит, на договоре купли-продажи будет стоять апостиль от патриархата Кипрской церкви и от архиепископа. То есть многие говорят как благословение, там не знаю, есть верующие люди, есть неверующие, но тем не менее, для многих это такой просто интересный момент. Поэтому в рамках данной программы вообще виллы у нас начинаются от миллиона трехсот тысяч. Но под паспортную программу мы здесь приготовили специальные виллы по два с половиной миллиона. Мы не просто ноль пририсовали к обычной недвижимости, здесь большие участки, большие виллы, большие комнаты. То есть здесь цена именно вкладывается в квадратный метр. Следующий, будьте, момент, слайд. Смотрите, значит, под этот проект мы привлекли компанию Atkins. Это лондонское архитектурное бюро, которое спроектировало отель Parus в Эмиратах. То есть у них достаточно большое портфолио вообще по проектированию во всем мире. Мы под наши проекты привлекаем лучших в мире. Также компания Woods Bagot. Это австралийское архитектурное бюро. Ну, здесь в Москве вот самый известный их проект, это отель, Swiss Hotel, Красные холмы на Павелецкой, если знаете, где рядом с домом музыки. Это они же спроектировали. Вот, поэтому под проектом Atkinsville мы привлекли эти компании. И что они сделали? Два архитектора жили три месяца на Кипре, чтобы вообще понять, что это, как это. На Кипре вообще недвижимость строится на подушке. Железобетонная конструкция и проемы укладывают с полым кирпичом. На Кипре зимой плюс 15, чтобы вы понимали. Минус есть в горах, да, но как бы это далеко и неощутимо. Здесь вилла строится из монолита. То есть в рамках Кипра, но это, я могу сравнить, египетские пирамиды, они вечные будут. Тем не менее, на Кипре добывается песчаник, и вообще все церкви, храмы, здания строились из песчаника. И архитекторы уловили этот момент. Облицовка монолита идет натуральным песчаником. Причем там такой вот интересный станок, который, то есть грубые камни лежат, из них выпиливают вот эти вот кирпичики. Когда их пилить, я не могу понять, то ли сам диск как-то ходит. Кирпич такой, знаете, как будто из земли достали. То есть он неровный идеально. Это, конечно, вносит свой колорит. Как видите, от пола до потолка стекло. Мы обратились к немецкой компании, они разработали нам трехъярусные стеклопакеты, которые, во-первых, то, что от пола до потолка, это легко двигается, не надо прилагать усилия. Во-вторых, они трехкамерные. Они держат теплоизоляцию, допустим, зимой и шумоизоляцию. Хотя имейте в виду, что из 600 гектаров мы застроим всего лишь 2%. Здесь концепция единения с природой. На Кипре запрещены какие-либо заборы. Это не Румлевка, где там 30 метров забор, от кого чего загородили. Здесь запрещены максимум забор на Кипре, может быть, это закон, причем метр. Здесь даже таких заборов нет. Живая изгородь, пожалуйста. Вы можете там посадить эти пихтовые растения, которые там, когда вырастут, сплетутся, это лучше, чем любой забор будет. Здесь нет ограничений участков. И когда вы живете в этой вилле, то есть вы примерно понимаете, где ваши... Здесь очень большие участки земли, потому что на Кипре вообще вилла это 3-15 соток. Здесь 15-25. Вы примерно границы участка понимаете, но вы их не видите визуально. У вас вот прямо вот эти 600 гектаров, вот они перед вами, и как будто это ваши. Вот. Сами понимаете, поскольку... Нет. Сами понимаете, поскольку очень много стекла, вы мало используете электричества. Потому что, ну, свет кругом. И выходит, что называется, на природу. Имейте в виду, что, поскольку я уже озвучил, что здесь одно из гольф-полей, вот крайний, ну, к вам, получается, левый рисунок видите. Там построено гольф-поле, построено гольф-клуб, в котором есть шикарный ресторан. Он семь мишленовских звезд. Наш шеф-повар этого, он занял второе место в прошлом году в Европе на соревнованиях шеф-поваров. То есть там изысканная кухня, образно говоря, там клубника, обернутая хамоном и опущенная в шоколад. То есть это такой перекресток различных там вот этих вот изысков. Ну, будучи там, вы просто это сами увидите, почувствуете и сильно удивитесь. Естественно, там есть переговорная комната. Там можно проводить... У нас многие компании европейские проводят там бизнес-встречи. Тут же кофе-брейк, ланч, опять бизнес-встречи. Все, что касается гольфа, прошопа, стоянка под баги машины. То есть здесь в этом плане все решено, и мы на этом не останавливаемся. Сейчас мы занимаемся... У нас построены первые 40 вилл, чтобы вы не думали, что это все будет когда-нибудь. То есть это уже по факту. Вот вы же видите живые фотографии виллы. Сейчас мы занимаемся строительством одного из крупнейших на Кипре эспа-центров высокоуровня, спортивным залом, с теннисными кортами, с площадью, где будут различные... Потому что здесь, естественно, рестораны высокого класса, но мы также хотим, чтобы была там Кипрская таверна, еще что-то. То есть люди, живя в этом комплексе, могут заниматься спортом, отдыхать, кушать, покупать продукты. То есть вот эта инфраструктура... Мы сейчас... Инфраструктура в плане развития еще находится. Но именно сам проект, он живой существует, и какие-то вот уже минимальные потребности... Минимальным потребностям он отвечает. То есть кто хочет идти в рамках одной виллы, пожалуйста, Минтас Хиллс. 2,5 миллиона евро. Через три года вы можете ее продать. Если, допустим, вы захотите какую-то большую часть средств вернуть, купить недвижимость за 500 тысяч, этот объект продать. Все, кто у нас идут, я знаю просто 95% через один объект недвижимости, они говорят, нет, это пусть будет наша летняя резиденция. Еще очень важный момент. Вот это гражданство, оно передастся всем последующим поколениям. То есть вот этот инвестор, это будет тот человек, который всем поколениям, по-русски говоря, которого будут вспоминать потом добрым словом многие года, который открыл Европу всем. Внукам, правнукам и так далее. То есть оно будет передаваться. Не нарушая закон России, пожалуйста. Будет и гражданство России, и Кипра. И следующий проект, то есть, как я говорил, в принципе, мы вообще предлагаем различные пакеты недвижимости, здесь уже индивидуально, но наша компания собирается построить первый небоскреб на Кипре. Вы сейчас видите слева здание, высокое здание, и вот крайне левое высокое здание. Этих зданий сейчас нет. Это просто мы специально обозначили, что у нас вот эти два последних участка в Лимассоле, которые являются финансовой столицы Кипра, участка в принципе нет. Два последних участка принадлежат нашей компании. Сейчас по факту есть... У вас есть лазерная указка? Нету? Вот. Сейчас по факту... Сейчас по факту построены вот эти два здания, называется Olympic Resnivus, они 19 этажей. Их построила израильская компания, за квартирами просто охотятся. Потому что элитного жилья для Лимассоли не хватает. Для Лимассола это финансовая столица Кипра. Все офшорные компании практически зарегистрированы здесь. Часть не Кассини, но большинство здесь. И элитного жилья не хватает. И все хотят жить в виллах. Вилла приехал, кто за ней будет смотреть, сразу куча вопросов, проблем и так далее. В жилом комплексе элитном есть ресепшн, где вы говорите, я приезжаю завтра убраться в помещение, постирать все вещи, все под контролем. Хотя на Кипре низкий уровень преступности, везде security, камеры. То есть люди комфортно себя чувствуют. Следующий слайд, будь любезна. Вот эти два здания построены. Здесь сейчас цена 11 тысяч евро за квадратный метр. Как я уже озвучил, за квартирами охотятся. Вообще на Кипре малоэтажная застройка, но Кипр или Массол именно пришел к тому, к той ситуации, как вы знаете, которая пришла в свое время в Нью-Йорк. Очень мало земли, стоит бешеных денег и как для застройщика ее компенсируют. Допустим, то здание, будем без него вернуть назад, допустим, здесь участок земли наша компания выкупила 120 миллионов евро. Вы себе можете представить, какой проект мы должны там построить, чтобы окупить просто стоимость участка земли. Здесь более маленький участок, он принадлежит нашей компании. Здесь цена, я просто не имею права, потому что официальный старт продаж в следующем месяце. И по правилам компании я не могу озвучивать цены, которые здесь существуют, только в индивидуальном порядке для клиентов. В рамках паспортных клиентов мы здесь уже недвижимость продаем, но она будет ниже 11 тысяч евро. То есть, сами понимаете, ну, дизайн примитивный, какой-то кубизм, и как бы наш небоскреб. Во-первых, и выше. У всех объектов недвижимости будет 100% вид на море. Дорога, пляж. Первая класса к морю. Но это не может быть, потерять цене, или быть там дешевле чего-либо. Первые два этажа, это будут брендовые магазины. Гуччи, Версачи, Кортье, то есть, да, там, достаточно высокого уровня. Следующие этажи. Бассейн крытый, эспа-центов. Просто бассейн будет в ту сторону от небоскреба. Несколько этажей будет шикарных ресторанов, баров. Один этаж технический. То есть, по факту, первый этаж в небоскребе будет начинаться от шестого. Вот этот шестой этаж будет ниже по цене, чем здесь сейчас, чем 11 тысяч квадрат. И до самого верха. Наверху у нас, получается, будет три двухэтажных дуплекса. Чуть выше два. И на самом верху как мы называем небесная вилла. Поэтому мы сейчас в рамках вот нескольких объектов недвижимости достаточно будет приобрести две квартиры в рамках двух с половиной миллионов. То есть, и люди не просто получат паспорт. У большинства имеют в виду, что у людей с капиталом, у них вообще цель паспорт получить. И, конечно же, вторая цель ложится в то, что или не потеряет в цене, а еще лучше прирастет. Но этот вариант вы сами понимаете. Но он первый. И он вообще уникален не в рамках Кипра, а в рамках всего Средиземноморья. В Италии, в Испании, в Греции вы мне не приведете аналогичный пример, который на первой полосе к морю будет. Да, немножко на материке у них есть высотное строение. Там, в Барселоне, я не знаю, там, в Афине. Первого полоса к морю нету. То есть, это уникум. И мы столкнулись с следующим вопросом. Вот, у нас уже, на самом деле, продано четыре этажа и еще 18 квартир. Здесь его будет 60 квартир. Мы просто понимаем, что когда мы официально запустим этот проект в 2015, в октябре этого года, в 2015, мы продадим этот проект за 2-3 месяца. Да? И вы столкнулись с чем? Вот паспортный клиент говорит, окей, я иду через небострой, потому что я понимаю, что я, наоборот, еще не то, что сохраню то, что я вложу, я еще и заработаю. Я беру 2 квартиры. Потом сразу у меня включаются, ну, если у меня этажа 3 квартиры, зачем там кто-то еще будет жить? Ну, для них, понимаете, 2,5, 3, 4 миллиона, ну, как бы, это не те суммы, ради которых они там беспокоятся. И у нас, я удивился, инвесторы просто этажами взяли. Плюс, проект еще не построен. И у них будет вариация, как бы, люди умные, они сразу предполагают, во-первых, можно 2 квартиры объединить, а можно 3 объединить, можно 3 раздельно. То есть, есть еще возможности как-то что-то сделать более комфортные апартаменты. поэтому данный проект, он у нас, мы уже видим, просто расходится достаточно как горячие пирожки, что называется, актуален. И мы в первую очередь его продвигаем вот с точки зрения паспортной программы Кипра. Те люди, которые думают о будущем, не живут там сегодняшним днем, а думают еще о своих поколениях, о своих деньгах, как и что. И данный проект, он интересен и актуален. Но это факт. Поэтому, в принципе, презентация закончена. По паспорту инвестиций в один объект недвижимости в несколько. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А мы уточнили, какого поколения здесь, вы сказали, если... Ожизненно. То есть, вообще не важно заходить, а там, прорыва, еще очень важный момент. Я просто очень много езжу по регионам Российской Федерации, и там такое понятие, как внебрачные дети, очень актуально. Это распространяется, в том числе, на внебрачных детей. Просто надо будет показать свидетельство рождения, что папа, инвестор, он же. вот. Источник денег надо декларировать для паспортных коронавируса? Не надо. Не надо. А смотрите, какой здесь важный момент. Очень правильный вопрос, профессиональный задали. Потому что вы платите не государству и не банку, который... Вот банку, если вы захотите разместить депозит два с половиной, кипрский, вас спросят, он под жестким контролем и регулированием тройки, откуда произошли, там, докажите. Здесь вы платите застройщику за недвижимость. Нам все равно, откуда у вас деньги. Я имею в виду для получения паспорта. Для получения паспорта? То есть, для получения паспорта значит, кто там его дает, но он не запрашивает источник денег. А это мы. Мы не запрашиваем. Мы построительная компания. Вы понимаете, даже если это платится за недвижимость в других странах, например, США, если вы вкладываете там какие-то проекты из строительства, все равно даже декларируют, откуда у вас деньги. Я еще раз подчеркиваю, Кипр тема хорошая, это, слава богу, не США. Вы платите на S-Croll счет, который открыт на вас, в пользу нашей недвижимости. Мы, как строительная компания, ничего у вас проверять не будем, никому докладывать не будем. А паскоти это получает на основании того, что он вложил свою недвижимость? Абсолютно верно, потому что в пакет документов, которые вы будете подавать в миграционную службу, должен быть договор купли-продажи от застройщика, от нас. Но вы нам заплатили. И правительство Кипра не будет проверять, от чего вы заплатили по филии. Им достаточно. Вы с по филии купили у них небоскреп или виллу? Все. Достаточно. Смотрите, вообще, на самом деле, шел об этом разговор. Ну вот, как я уже говорил, что примерно 2 миллиарда правительства Кипра получил, потому что вся информация официальная, но это примерно 700 получателей. Ввели где-то, может быть, тысячи-полторы. И для Кипра, сами понимаете, ну, 2,5 миллиона не у всех есть. И то есть это там не какие-то беженцы, это люди с капиталом. Многие из них, которые вообще не планируют жить на Кипре. Поэтому для них это, ну, не угроза. Можете назад прислать слайд, когда официальная программа это вступила. Все, мы уже заканчиваем. 14-й возился? Нет, я прямо... 12-й. Сейчас я вам... Точно, стоп. Вот, стоп. Назад. Вот. Март 14-го года. Март 14-го года. За полтора года. За полтора года. Ну, это те люди, которые прям очень быстро искали которые отходные позиции, которым прям надо-надо. Сейчас люди... Ну, мы видим с вами политическую конъюнктуру, естественно, этот вопрос все равно актуален. То есть... Квоты есть там вообще? Пока нету. Ну, так вот... Полторы тысячи было озвучено. Но этого нигде не прописано. Всего или за одно? Нет, смотрите. Это пока такая цифра нигде не фигурирующая, не закреплена. Это просто, ну, по слухам. Ну, они продлеваются, продлеваются. Это же огромные инвестиции. У вас нет информации, кто вас нам получает, из каких стран вы пойдете по этой программе? Номер один Китай, номер два Россия. Как понятно, везде. Номер два Россия. Номер три – это полный микс. Это арабские страны. А русских суток процентов там 2, 5, 10? По отношению к Китайскому? Ну, в каждой группе, образно говоря, если три китайца, два русских. То есть наши, конечно, очень... Но это очень много. Это много. Ну, это все регионы, да, Россия? Да. Ну, в первую очередь Москва, Санкт-Петербург. Ну, и потом, конечно, Сибирь, Урал. Мне уже все подсказывают, время закончено, поэтому вы всегда можете обратиться, там что-то более подробное, индивидуально рассказать. Спасибо за внимание. Сергею, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok